В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели расскажем далее. Заброшенные и забытые в центре города люди живут в трущобах. Снегопады выявили мертвых коммунальных душ. Реальных дворников оказалось в Рязани меньше. Полицейские задержали сумочного вора. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. В Рязани выпал первый серьезный снег. Осадки не прекращались два дня и бросили вызов всем жителям региона. Более 6,5 тысяч человек остались на сутки без света. В связи с этим спасатели перешли в режим повышенной готовности и организовали штаб по работе с региональными министерствами и ведомствами. Насладиться первым снегом можно было разве лишь в парках и скверах. Проезжая часть моментально превращалась в снежное месиво. И горожанам приходилось буквально тонуть в растаявших лужах. Вызов снег бросил и рязанским коммунальщикам. Расчищали городские улицы около 80 единиц техники. В ночное время работали без перерыва. Всего из города вывезли более тысячи кубометров снега. Дороги посыпали песко-соляной смесью. Песко-соляная смесь готовилась в пропорции 80 и 20. 80% песок, 20% соль. Такая пропорция позволяет не вредить колесам автомобилей и обуви наших граждан. Снегопады выявили мертвых коммунальных душ. Управляющие компании заявили о большем количестве дворников. Реальных оказалось в Рязани меньше. Мы провели анализ, установили, что из более чем 1100 дворников, которые есть в штате управляющих компаний, к сожалению, есть и мертвые души. Поэтому численность дворников в городе не соответствует тем цифрам, которые заявлены управляющими компаниями. Мы не готовы с этим мериться. И во взаимодействии с жилищной инспекцией предпринимаем меры для того, чтобы уборка дворовых территорий осуществлялась должным образом. Первые снегопады показали слабые стороны и в части уборки дворовых территорий. В рамках выездной проверки жилищная инспекция обследовала около 150 дворов. 29 управляющим компаниям и 15 ТСЖ вынесли предупреждение. Они не выполняют в полном объеме обязательные требования по уборке. Согласно нормам, во время снегопада расчищать улицы должны не позднее, чем через три часа. Однако дворники не спешили выходить на работу. Вот сегодня мороз, мы получили то, что получили. Вот как теперь с надею, с колейностью, там где не успели убрать дворовую территорию, будут бороться управляющие компании. Каким трудом, какой затратами, посыпанием песок соляной смеси, еще что-либо. Это уже теперь опять ваши проблемы. Стоит отметить, что на конец дня 23 ноября управляющие компании собственными ресурсами убрали более 80% территорий, находящихся у них на обслуживании. Также администрация города намерена усилить контроль за работой предприятий торговли и общественного питания. Власти напоминают о необходимости следить за состоянием входных групп торговых объектов, своевременной уборкой снега с крыш зданий и обработкой песко-соляной смесью подходных дорожек. Пока же работой всех служб Рязани остались недовольны не только ее жители. Свои претензии на заседание штаба по содержанию города в зимний период высказал исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов. Недоволен работой управления ЖКХ. На сегодняшний день плохо выстроена работа в ларинике. Значит, есть у вас там кадровые вопросы? Решайте. Я недоволен работой управления благоустройства. Есть очень много замечаний, коллеги, в ваш адрес. Заседание штаба планируют проводить регулярно в течение всего зимнего периода. Это позволит координировать работу всех служб города, чтобы сделать дороги и тротуары Рязани удобными для ее жителей. Погодные условия стали причиной трагических автоварий. В среду вечером на Рязанском участке дороги сразу два смертельных ДТП. Жительница столицы, двигаясь на автомобиле Volkswagen Jetta, не справилась с рулевым управлением, вылетела навстречу и столкнулась с большегрузом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В этот же вечер на этом же участке дороги произошла авария, которая также унесла жизнь человека. Рязанец, двигаясь со стороны Москвы на автомобиле Skoda Octavia, тоже не справился с управлением, выехал навстречу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом. В результате происшествия пассажир Skoda погиб. Водитель и еще два пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Но самая страшная авария произошла в Рязани во вторник. На улице Есенина сбили пешехода. Момент наезда попал на видео. В темное время суток женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. Водитель даже не успел затормозить. Видно, как пассажир сразу покидает автомобиль. В результате аварии 60-летняя женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи. 21 ноября примерно в 17 часов в Рязани напротив дома 36Б на улице Есенина 39-летний житель областного центра, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны улицы Грибоеда в направлении площади Театральной, по предварительной информации на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на неустановленного пешехода, женщину, на вид 60 лет, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Аварийного жилья в Рязанской области становится меньше. В регионе работает программа по переселению и заслуживших все мыслимые сроки домов. Чиновники о ее реализации регулярно пишут отчеты. Однако до сих пор в городе нетронутыми и без надежды остаются настоящие трущобы, причем в самом центре Рязани. Как живут люди на улице Кольцова, прямо через дорогу от площади Ленина, сможет испугать следующий материал. Подвал, сырость, заплесневелые стены и гниющие полы. А бараки в центре города на улице Кольцова не писал разве лишь ленивый журналист. Но по-прежнему власти города предпочитают смотреть об ужасе этой картины только по ТВ. А между тем, на настенном термометре около 5 градусов тепла. Такая температура здесь уже норма. Батареи давно не топят, а газовый котел, который устанавливали в начале года как временную меру, хозяйка отключила. Прямо над ним разрушается потолок и из двух зол жительница квартиры выбирает наименьшее. У меня здесь был старый котел, который давно уже, ну и все срок годности у него был где-то в конце 90-х, да в середине 90-х заканчивался. Он в принципе уже не работал. Так как я испугалась, что тут постоянно у нас идет обрушение, я вызвала комиссию. Они сказали, что немедленно надо отключить вообще на каком основании в разрушенной квартире у вас газовый оборудование. Постально абсолютно незаконно, было всего лишь на две недели, как мне обещали. По поводу незаконной установки газового оборудования в разрушенном доме, Марина Дорогова обратилась в следственный комитет. Но сама она уверена, если не холод, так рухнут стены. Ужас от падения стены жильцы уже пережили. Произошло это пять лет назад. Обрушение показывает сегодня на фото, а стену при этом так и не восстановили. Не попал барак и под программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Десятки заявлений не принесли никакого результата. Последний капитальный ремонт в этом доме был в начале 70-х. Восстанавливать предложили, по словам женщины, за свой счет. При том, что строение находится в муниципальной собственности. Но и приватизировать квартиру хозяйка не может. По закону цокольный этаж для жилья не предназначен. Мы здесь живем так же, как живут жители разрушенных домов на Украине. В таких же точных условиях. Ничем от них не отличаемся. Чиновники из управления ЖКХ мне просто заявили, что помогать мне не обязаны. И пусть мне помогает президент России и правительство Российской Федерации. В этих квадратных метрах была прописана еще бабушка Марины Дороговой. Постройке почти 300 лет. И по соседству с элитными домами в центре города смотрится, как будто машина времени действительно существует. Если бы в этих трущобах не жили люди. Всего в доме 6 квартир. Не проживают, только в двух. На втором этаже скорее выживает одинокая пенсионерка. Вот у меня все врушится, все льет. Вот-вот обвалится мне прямо на голову. Невозможно выйти. Я каждый раз выхожу и боюсь, на меня все рухнет. Это деревянная пристройка вход в дом. С улицы хорошо видно, что продержится она еще недолго. Уже образовавшуюся трещину заделывали своими силами. Вот, ну, все виднеется. Вот немножко заделывали, пока вот держится. Но она вся, вся оттуда отходит. И если у соседки в квартире на цокольном этаже рушатся стены под тяжестью дома, то здесь пожилая женщина показывает, как протекают потолки. Невозможно. Все прям на газ. Это АГВ, что же, АГВ надо менять. АГВ уже старые. А из-за этого вот и не поменяем. Все течет. Это невозможно. Сейчас вот снег будет. Сейчас пока снегом там все завалило, сейчас он начнет, и все, все сюда вот меня. Обои в комнате отваливаются, под ними голая кирпичная кладка. Повсюду трещины, проводка аварийная, ржавчина и плесень. Роспотребнадзор подтвердил, условия проживания санитарным нормам не соответствуют. Но власть никак не отреагировала. Жилье взамен не предоставили, капитальный ремонт не обещают. Все письма в надзорные органы и губернатору области написаны. И люди продолжают свое существование в этих трущобах без шанса на улучшение условий. Ну так вот, ничего, вот так и живу. Алена Куклева, Юля Пятницкого, телекомпания «Город». Врачи спасают, а их избивают. Очередное ЧП с нападением на врача в Рязани произошло 17 ноября. На травматолога второй поликлиники с кулаками налетел пьяный мужчина. Обстоятельства произошедшего мы попытались выяснить. Все произошло по хорошо известному врачам сценарию. Напавший на травматолога, мужчина был сильно пьян и даже угрожал убить его. С угрозами набросился на врача, повалил того на пол. Усмиряли разбушевавшегося рязанца, пациента травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции. В сети появилось видео с места происшествия. По этим кадрам становится ясно, что мужчина находился в состоянии неадеквата. Пациентка, которую он сопровождал, пытается удержать его, но справится с полуголым дебоширом даже в наручниках. Ей удается плохо. Я зашел в этот кабинет, где находился этот сопровождающий неадекватный, попросил ожидать пациентку, с которой он пришел в коридоре. Он отреагировал на мои слова унижениями, оскорблениями, урозами. На что я пошел вызывать сотрудников полиции в регистратуру. И он ворвался в регистратуру, начал меня избивать. Через некоторое время подбежал ко мне мой уже пациент и начал его от меня оттаскивать. И в этот момент подъехали сотрудники полиции. Я обращался в УКБ, меня по скорой помощи доставили. Сотрясение головного мозга, ушиб, гематом. Избиение врачей пациентами – актуальная проблема современной медицины. Приемные отделения, поликлиники, травмпункты, квартиры, куда вызывают скорую – зоны повышенного риска. Люди ведут себя агрессивно. У врачей все чаще бывают синяки, а то и серьезные травмы. Сегодня на общественном обсуждении находится законопроект, который приравняет нападение на медицинского работника к нападению на полицейского при исполнении. Наказание – от 200 тысяч рублей штрафа до пожизненного. Но поможет ли это хоть как-то защитить врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских работников – покажет время. Если закон примут, то вступит в силу он только с июля следующего года. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани изменили правила платной парковки. Правки внесли депутаты городской думы в четверг, 23 ноября. Теперь рязанцы смогут оплатить парковку в течение суток до 23 часов 59 минут. При этом такая оплата производится только через личный кабинет веб-портала. Инвалиды первой и второй группы, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, смогут парковаться на любом месте, а не только в специально отведенном. Для этого рязанцам нужно зарегистрироваться в электронном парковочном реестре. Также автовладельцев обязали покидать парковку в течение 10 минут с того момента, когда закончилось уже оплаченное время. Помимо этого депутаты выступили с инициативой о снижении штрафа за платную парковку. Они предложили уменьшить сумму до 1 тысяч рублей для всех категорий лиц. Камеры визионаблюдения вычислили вора, причастного к серии так называемых сумочных краж. В спасклепиках в полицию обратилась женщина, у которой в аптеке пропал кошелек. В нем было почти 14 тысяч рублей. На кадрах хорошо видно, как девушка вытаскивает из сумки кошелек и прячет его. Личность карманницы установили быстро. Ранее она уже попадалась на кражу в Михайлове и тоже в аптеке. Там она точно таким же образом вытащила кошелек с 6 тысячами рублей. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Снегопад на этой неделе помешал кому угодно, но не археологам. В эти дни в центре Рязани проходят масштабные археологические раскопки. Первая неделя работы экспедиции на территории театра юного зрителя уже дала свои первые результаты. Здание Тюза на реконструкции. Снесли старую пристройку и пока строители не начали возводить новый корпус, здесь каждый день трудятся, несмотря на погоду, археологи. Артефакты, которые датируются, начиная с 14 века, времен посада древнего Переславля-Рязанского, находят каждый день. Город тогда занимал только кремлевскую площадку, а вокруг располагались городские посады, неукрепленные части. И вот эта постройка, которая внизу здесь мы видим, она относится как раз к 14 веку и к времени существования посада. В конце 16 века эта часть города дополнительно была обнесена стенами и получила название Острог. И вот мы сейчас копаем как раз вот эти постройки все. Это относится к периоду Острога Переславля-Рязанского, вторая линия обороны после Кремля. Начиная с 16 века, когда возник укреплен Острог, здесь селились стрельцы. И археологи видят сегодня следы их жизни, а также какой была городская планировка того времени. Люди постоянно приходят, постоянно что-то строят. Очень-очень активная жизнь здесь происходила всегда. Вот это очень интересно, разобраться в этом сложно. Но когда раскидываются материалы, которые мы находим по разным группам, там 20 век, 19-й, 18-й, то можно проследить, как менялась эта территория, как менялась здесь застройка, как сдвигались дома, как переносились дома вот с течением времени. Исторический и культурный центр города здесь были всегда. Этим объясняется количество найденных предметов быта и культуры. Стрельцы, как правило, они помимо своей основной деятельности, службы отечества, они занимались активно всякой коммерческой деятельностью, торговлей, ремеслом. Они, как правило, все, судя по письменным документам, они все держали лавки, где торговали какими-то товарами, либо перепродавали, либо своими товарами. И стрельцы, они достаточно часто встречаются разные инструменты, то есть они занимались и гончарным, и кузнечным делом. Средневековым рязанцам жить нравилось красиво. Об этом свидетельствуют украшения 14-15 веков – персни и стеклянные браслеты. Стеклянные браслеты – это типичная находка для 13-14 веков. Они были, так сказать, бизутерией средневековых женщин, которые очень любили вот эти стеклянные браслеты и украшали ими руки. Точнее, даже не только украшали, но и скрепляли рукава одежды. Но особую ценность для археологов представляют найденные кресты. Один из них – перламутровый, сделан из большой морской раковины. В другом кресте хранилась реликвия. Клали какие-то реликвии, там мощи, либо кусочек ткани, либо что-то такое, и вот с этой реликвией этот крест носили. И вот этот крест инкалпион относится где-то к 13-14 веку. Он абсолютно целый, и внутри, наверное, что-то лежит, но это будут уже открывать и смотреть реставраторы. Жители города 16 века любили расписную посуду, рисунку которой, например, китайские хижины. Печи Петровской эпохи были обложены изразцами. Сегодня мы можем видеть, какая роспись их украшала. История изразцового производства прошла, имеет долгий такой путь. И появились изразцы на Руси в конце 16-го, начале 17-го века. Привезли их из Европы через Польшу к нам. Первоначально они были просто красные. Также ученые находят осколки керамической посуды, а также сосуды из-под французской косметики. Бутылки из стекла. В такие, в дореволюционную эпоху, врачи разливали минеральную воду. И даже детские игрушки 17-го века. Глиняный медведь. Всего сотни найденных предметов. И раскопки продолжаются. Археологи завершат исследования только в декабре. А значит, найдут еще то, что поможет нам узнать о древних рязанцах еще больше. Алена Куколева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». 20-летие со дня основания современной уголовно-исполнительной системы отметили в Академии ВСИН международным пенитенциарным форумом. Участников приветствовал директор ВСИН России Геннадий Корниенко. О чем говорили на площадке, знает Анна Герцовская. Во второй день международного форума состоялось пленарное заседание, на котором собрались руководители ВСИН России и представители зарубежных государств. Сотрудники территориальных управлений, а также представители исправительных учреждений стран-участниц форума. Более 700 человек из разных городов России и стран мира в эти дни представляют свои исправительные учреждения. Перед пленарным заседанием начальник Академии ВСИН России Александр Крымов вместе с директором Федеральной службы исполнения наказаний Геннадием Корниенко посетили выставку, где ознакомились с разработками российских инженеров, которые направлены на обеспечение безопасности. Кроме того, на выставке можно было увидеть сувениры, выполненные вручную. Например, вот такие сабли. Одна из них является точной копией сабли под названием «Северная жемчужина», которая была подарена Петру Первому после победы в Северной войне. Сувениры, привезенные из разных городов России, вызвали большой интерес у участников форума. Однако основное внимание было приковано к главному мероприятию. В течение двух дней здесь велись дискуссии по всем направлениям деятельности ВСИН. Кроме того, были озвучены результаты работы предыдущих двух форумов и положение дел в уголовно-исполнительной системе страны. Очевидные результаты – это снижение общего количества осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Это развитие альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Это абсолютно новые подходы к психологической воспитательной работе, к подготовке к освобождению. Ну и целый ряд других направлений. Первый международный пенитенциарный форум состоялся в 2013 году на базе Академии ВСИН России. Теперь он проходит раз в два года. Форум позволяет осуществлять обмен опытом между государствами, для того, чтобы совершенствовать уголовно-исполнительную систему во всем мире. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Заскрученные будто в петли стволы заезжие туристы дали необычному лесу в Шиловском районе приобидное название. Даже на Курской косе в Холенинградской области схожую аномалию нарекли танцующим лесом. Рязанские же сосны прозвали пьяными. В течение долгого времени объяснений этому феномену давалось много. Основные версии были сказочными. Но географы совершили открытие, объяснив, что именно стало причиной редкому явлению. Современная наука пьяный лес вниманием не обошла. Ученые-географы Рязанского государственного университета имени Есенина взялись поразмыслить и приблизились к разгадке тайны Шиловского криволесия. Чтобы понять суть явления, нужно познакомиться с сосной поближе. Сосна не вскрывает своего возраста и пилить ее ради этого не нужно. Достаточно посчитать число мутовок, то есть мест на стволе, откуда дружно во все стороны растут ветки. Вот, приглядевшись к соснам криволесия, специалисты кафедры физической географии РГУ обратили внимание, что с высоты двух с половиной метров гнутые стволы сосен дружно выпрямляются, выдавая серию из 35 мутовок. У местных краеведов, у всевозможных любителей поговорить об аномальных явлениях возникали мысли. Может быть, нечистая сила постаралась. Однако, поверьте, научные открытия иногда гораздо интереснее, чем попытка привлечь потусторонние силы. Ученые делают вывод, что примерно с 1980 года в жизни пьяного леса наступил период трезвости. Нижняя искривленная часть ствола содержит запись о 5-6 необычных годах в жизни леса, когда невероятная по мощности сила заставила молодые деревца расти верхушкой на запад. Перед нами настоящий природный факт, запечатлевший в дереве доказательство того, что примерно в 1975-1980 годах был период, когда были очень снежные зимы, и когда огромное количество талого снега запитывалось в грунт. Это вызвало плащеобразное всплывание массива песка, и из-за этого молодые сосны, только что посаженные на этом участке, еще не имеющие глубоких корневых систем, были вынуждены клониться в сторону запада к оке. Каждое лето, после того, как уровень грунтовых вод падал, они устремлялись снова ввысь, затем еще раз год их влажный наклонял в сторону оки и опять. И вот закончился этот период примерно в 1980 году, когда Олимпийский Мишка устремился в стратосферу. Пьяный лес сегодня рассматривается как претендент на включение в перечень объектов природного наследия Рязанской области со статусом памятника природы. Лесорубы не особо зарятся на извилистые стволы, из которых ни избы не сложить, ни горбыля напылить. Правда, лес этот могут просто спилить, а на рост части высадить новый, по возможности прямой. Потому ученые и озаботились вопросом охраны гнутого бора, кривыми стволами запечатлевшего информацию об изменении климата в 20 веке. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». А в эти выходные у рязанцев есть возможность успеть на свидание на театральной. Театр драмы приглашает зрителей на второй международный фестиваль, который так и называется. Зрители в эти дни видят постановки театров Москвы, Петербурга, Перми и Неаполя. Главная тема, конечно же, любовь. Мы должны обратить внимание на то, что мы говорим о спектаклях о любви с высокой планкой. Мы говорим о том, что это и интереснейшие эксперименты, это и замечательная классика в новом прочтении. Открылся фестиваль интернациональным спектаклем, в котором заняты актеры Рязанского театра драмы и театра Мюнстера. Проект очень интересен тем, что и тема, которая там поднимается, и сам сюжет, он очень актуален всегда. Это, знаете, такой немецкий Ромео Джульетт, скажем так. Рязанская компания «Резур», которая является производителем и поставщиком оборудования нефтегазового комплекса, приняла участие в 20-й международной нефтегазовой выставке. Она состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах. Там рязанцы продемонстрировали свои новейшие разработки и укрепили связи с потенциальными партнерами. 20-е. Самая влиятельная в мире международная нефтегазовая выставка «Адипек-2017» проходила в Абу-Даби с 13 по 17 ноября. Более двух тысяч компаний-экспонентов представили свою продукцию на крупнейшем мероприятии в данной области. Среди них – рязанская компания «Резур», которая продемонстрировала свои новейшие разработки и потенциал для развития экспортного сотрудничества. Мы находимся в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, на крупнейшей нефтегазовой выставке «Адипек-2017». На этой выставке мы представляем наше оборудование, хотим получить полезные контакты и войти на рынок Арабских Эмиратов. В рамках работы были проведены деловые переговоры с представителями крупнейших международных компаний, на которых обсуждались актуальные вопросы выхода компании «Резур» на рынок стран Ближнего Востока. Мне хотелось бы отметить высокую заинтересованность посетителей в продукции нашей компании. Компания «Резур» из года в год подтверждает высокое качество выпускаемой продукции, и мы убеждены, что готовы составить здоровую конкуренцию мировым производителям. Таким образом, приходя на рынок стран Персидского залива, можно сказать, что мы не стоим на месте и всесторонне развиваемся. Специалисты компании остались довольны результатами проведенных встреч, а иностранные партнеры оценили высокое качество продукции. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok